Экскурсии Зелёный Калининград перед Даршман парком все собрались, вот скоро начнётся большой популярностью пользуется, очень много собралось в Калининград. Экскурсовод, у которых, в общем-то, миллион экскурсий по Калининграду и области, и об этом вы можете узнать из социальных сетей, да, вступив в их группу. Вот, поэтому сегодня вы в них влюбитесь, я просто уверен в этом, а завтра вы станете их такими друзьями на постоянной основе. Сегодня мы в 12 часов стартуем отсюда, финиш у нас запланирован возле Ботанического сада, да, вот, потом, если у вас будут силы там, допустим, вы можете ещё пройти квест в Ботаническом саду, вот, и, собственно, там намечена ещё лекция в 3 часа Жене Тимоновой, но я сразу говорю, потому что людей туда тоже очень много зарегистрировано, возможно, всем мест не хватит, поэтому прошу отнестись с пониманием, мероприятие бесплатное, ну и, соответственно, деньги заходят. Мы не заберёте, мы никому возвращать не будем. Мы можем сделать для вас сегодня. Добрый день, дорогие друзья! Мы все очень рады, что в этот солнечный день, несмотря на то, что он ветреный, мы собрались здесь, у входа в Макс-Ашман-парк. И наша тема сегодняшней прогулки – это «Зелёный Кенигсберг», который прогулка проходит в рамках фестиваля «Кстати». Ну, прежде чем мы пройдём туда под синий вековых деревьев Макс-Ашман-парка, мы поговорим вообще о том, как у Песни у Макаревича, ты помнишь, как всё начиналось? Поговорим о том, как это было. По нормам озеленения Российской Федерации, норма для городов нашей категории составляет 6 квадратных метров на человек. В Калининграде пока 7,2, но когда-то было и почти 9. Поэтому будем стремиться опять к расширению. Старожилы, я думаю, помнят, что он организовал и стал председателем общества по озеленению города. И главная задача – это было создание города-сада. Вообще идея города-сада принадлежит Эбнезу Гуварду, английскому философу и социалисту-утописту. Он выдвинул идею, как соединить самое лучшее из деревни и города. То есть жить в условиях зелени и работать в комфортных условиях и добираться до города достаточно, до своего жилья и до места работы достаточно быстро. То есть вокруг больших городов он рекомендовал организовывать небольшие... ...совладелец торгового дома Штопнер и Гольфов. Скажите, какая связь? У меня торговца с парком. Для того, чтобы это понять и принять, надо вернуться на 150 лет назад. Так что вы говорили, чтобы я собой представлял город-сад. И нам отличаются с трущупы. А, если вы не знаете, как в городе-сад. Я не веду, что я не веду, что я не веду, что я не веду. Ваши семьи. И дай мне свободное время за город. И вот в это время город-сад дает иму города сады-сады-сады. Многие принимают сады, в том числе дёрфер, о гербургоместке сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады. Ну, а я теперь вернусь к парку. Парк в 1940-м году утроен по 3-5 лет. Он стал заниматься в детстве садов. Появилась в его еще одна амбега. Один мемориатр. Подписывая на героев Парк в Первой мировой войне. На рейтинге сегодня все две произведения, но при этом не совсем совсем, конечно, по-саду-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады-сады. Потому что редкое, дорогое. Ну это путем особой обработки, ну обработки и технологии обработки этого граба очень сложны, потому что там надо соблюдать температуру, особый режим, то мебель это очень дорогая, граба и немногие могут ее слить, кстати, по звуковой. Если определить стороны дерева этой вещи и деревьев этой граба, может только обменный специалист, потому что оно красит отлично, что он не пустил его. Памятный камень, который можно увидеть на севере нашего сада, он выглядит вот так, да, все видели, все, кто будет, на северной стороне озера нашего, можно на него поликноваться. После смерти Кэппора некоторое время директором сада был Абуц, а потом стал, наверное, уже хорошо всем известный ландшафтный архитектор Эрнст Шнайдер, который, собственно говоря, заедал практически всеми парками и садами Кёнигсберга. Ну и чем он знаменит, тоже знаю, да, знаменитый зеленый пояс Шнайдера, он хорошо всем знаком. Что хотелось сказать, как вообще наш сад работал? Сад работал по данным из путеводителя, открывался в будние дни с 8 часов утра до 6 вечера, летом в воскресенье и праздники с 8 и до 12 вечера. То есть можно было идти в темноте здесь погулять. Что касается старых фотографий нашего ботанического сада, это как-то очень... В 1907 году, то есть через 3 года. Он был образован благодаря, можно сказать, практически благодаря докладной записке одного из директоров кёнигсбергских школ, в которой сообщалось о необходимости закладки хозяйства, где выращивались бы растения для снабжения школ различными учебными материалами. Это и коллекции, черенки и различные части растений для того, чтобы детки уже на естественных растениях изучали и строение, и функционирование. Потому что тот небольшой сад при благотворительном учреждении Трисдена, в нашей Юрнштрасте, это улица 1812 года, уже не справлялся со своими задачами, и поэтому возникла необходимость вложить такое большое садоводческое хозяйство.